Ну что дорогие друзья, Ripple станет скоро уже публичной компанией в случае победы в суде над СЕК. Сегодня мы рассмотрим в чем преимущество публичной компании, в чем отличие между публичной и частной компаниями. И также какие привилегии тогда будут у Ripple и токена XRP. Заваживайтесь поудобнее, ну а мы начнем. Что касается рынка криптовалют, то за последнее время мы наблюдаем тенденцию роста. Видим, что Ethereum подобрался к отметке 2800 долларов за один эфир. Практически мы видим, что действительно сам Ethereum хорошо вырос и продолжает расти. И также мы видим, что токены XRP и другие токены также подорожали на рынке криптовалют. Хоть и не настолько хорошо, насколько хотели бы криптоинвестора. Кто-то, конечно, бредит 100% прибылью, а кто-то бредит и тем, чтобы было 1000%. Ведь именно майнеры DoggyCoin подняли 1500% в этом году. А именно заработок их составил именно за год столько процентов. Почему? Потому что сам DoggyCoin вырос на очень баснословную прибыль. И мы видим, что те, кто занимался майнингом DoggyCoin, тем, кто копил эти DoggyCoin, кто покупал DoggyCoin, мы видим, что практически монета дала баснословную прибыль и 4500% это, я бы даже сказал, минимум того, что дала данная монета. Сейчас она находится на седьмом месте по CoinMarketCap. И я думаю, что при очередных заявлениях Илона Маска эта монета будет дальше расти и двигаться. Что касается главных событий, то напоминаю, что через 25 дней будет консенсус, где съезжается множество инвесторов, трейдеров и так далее. И зачастую на этом форуме обсуждается будущее рынка криптовалют, предлагаются новые проекты и так далее. Это не реклама, это просто событие, которое происходит каждый год. В этом году у нас состоится меньше, чем через месяц, а именно 24 мая. Ну а прежде чем разобрать, почему Ripple станет публичной компанией, в чем плюсы между частной и публичной компанией, и что следует из этого, мы отличимся на небольшую рекламную паузу. Спонсор видеоролика, честно надежный проект, которому можно верить и на котором можно делать большие деньги, это Cryptleaks.com. В данном проекте реально можно увеличить свой криптопортфель на десятки тысяч долларов, так как команда данного проекта одни из лучших специалистов по трейдингу на рынке. Проект просто супер, был проверен на честность, выплачивая быстро вклады, накопленные дивиденды без всяких проблем. Это, правда, один из лучших проектов на рынке, где можно надежно заработать очень хорошие деньги. Рекомендую ознакомиться, ссылка на проект в описании под роликом. Что касается Ripple, то сама компания хотела провести IPO еще в 2020 году, однако ее планам помешали обвинения в продаже незарегистрированных ценных бумаг на 1,3 миллиарда долларов, выдвинутые комиссией по ценным бумагам. И здесь нужно отметить, что, собственно, Кита утверждает, это, собственно, директор генеральной финансовой гиганты SBI Group, он заявляет, что после того, как завершится судебный процесс блокчейн-стартапа с комиссией по ценным бумагам и биржам США, значит, эта компания выйдет на IPO и станет публичной компанией. Если это случится, то капитализация XRP вырастет в разы, и я думаю, что вплотную подойдет к биткоину, в худшем случае к эфиру, именно к капитализации 320 миллиардов долларов. Если мы говорим про, опять-таки, капитализацию, и в чем же разница между публичной и частной компаниями, публичная компания – это компания, акции которой могут свободно торговаться как на бирже, так и даже вне ее. Публичную компанию также называют публично торгуемые компании, публичная компания с ограниченной ответственностью или публичной корпорацией. В случае с частными компаниями, ее акции принадлежат ее основателям, руководству или группе частных инвесторов. Публичная компания – это компания, которая продала все или часть себя посредством первичного публичного предложения IPO, которое, собственно, Ripple хотела сделать в 2020 году, но ей помешала SEC. Среди крупнейших публичных компаний в мире можно заявить о таких, как Bank of America, Apple, JP Morgan Chase и другие. Что такое частная компания? Частная компания не может рассчитывать на продажу акций или облигаций на открытом рынке с целью привлечения денежных средств для финансирования своего роста или других целей. Она все же может продавать ограниченное количество акций без регистрации в SEC, но именно комиссии по ценным бумагам и биржам США. Таким образом, частные компании также могут использовать акции для привлечения инвесторов. Частные компании могут брать кредиты у банков или венчурных капиталистов. Основным преимуществом частных компаний является то, что руководство не должно отвечать перед акционерами и не обязано подавать отчет о раскрытии информации в SEC. Ну, чем, собственно, Ripple сейчас и занимается. Она не подает, собственно, раскрытие информации в SEC, не подает отчеты, она не обязана это делать. И мы получили оправдание суда, и правильно, в принципе, суд решил таким образом. Поэтому нужно отметить, что в Америке, конечно, самый гуманный суд в мире, потому что они следуют, конечно же, законам, несмотря на то, что SEC ведет, конечно же, беспредел и давку Ripple XRP. Поэтому, если мы говорим про IPO Ripple, про публичную компанию и о планах Ripple, собственно, выйти на IPO, то я думаю, что рано или поздно она это сделает. Нужно просто решение суда в сторону и в пользу Ripple, да, и тогда мы увидим по-настоящему to the moon токена XRP, потому что это все будет только положительно влиять на цену токена XRP и на компанию Ripple в целом. Что касается Facebook, то он развенчал слухи о покупке биткоина с публикацией квартальной отчетности. Никаких упоминаний криптовалют там не оказалось. И нужно отметить, что в основу слухов легли надежды участников рынка на то, что крупные компании последуют примером MicroStrategy и Tesla, разместив в биткоине часть своих резервов. И если вы можете купить биткоин, сдвинуть цену благодаря своим твитам и затем продать, вам, вероятно, стоит это делать, писал Bloomberg применительно к продаже криптовалюты компании Tesla. Однако, в равной степени это заявление справедливо для ситуации с Facebook. Что касается главы ФРС, он ответил на вопрос о ралли на рынках DogiCoin и GameStop. Многие люди просто смотрят на цены активов и на то, что происходит с рынками ценных бумаг. Думаю, они отражают высокую степенность рынков, ценных бумаг. Но мы стараемся придерживаться нормативной основы и нести свою ответственность. Ну, то есть, речь шла о волатильности. То есть, насколько вот DogiCoin действительно вырос в цене, по сравнению с акциями и насколько он в кратчайшие сроки это сделал. То есть, криптовалюта подорожала действительно на десятки тысяч процентов в кратчайшие сроки. Что касается Германии, то институциональным фондам разрешат инвестировать в криптоактивы. И здесь нужно отметить, что это чертовски большие деньги. И сейчас в SpaceFunds около, значит, больше чем триллиона долларов. И покупки криптовалют не произойдут в одной части. Но речь идет о самом крупном инвестиционном ресурсе в Германии, который будет вливаться в криптовалюту. Что касается важных событий по биткоину, то именно 17 июня 2021 года будет рассмотрение заявки Ванек на запуск биткоин ETF, потому как сегодня, а именно недавно, была отложена эта заявка. И теперь мы будем ждать июня. Что касается Федерального управления финансового надзора, оно предупредило Binance о возможном нарушении законов о ценных бумагах при запуске торговли токенизированными акциями. И опять-таки хочу забежать наперед. Задумайтесь, стоит ли хранить деньги на бирже. И здесь нужно отметить, что публичное размещение ценных бумаг без утвержденного проспекта ценных бумаг является нарушением регламента ЕС о проспекте ценных бумаг. Поэтому, если мы говорим про перспективу, то Binance Coin может отреагировать негативно на данную новость. Сейчас цена токена равняется 587 долларов 82 цента. Это может, конечно же, уйти куда ниже. Потому что это действительно не шутки. И там, где речь идет о нарушениях, а тем более, если упоминается такая крупная биржа, как Binance, то все может быть довольно-таки плохо для участников рынка, для холдеров BNB и для холдеров криптовалют именно на бирже Binance. Подводя итоги рынка криптовалют, можно сказать, что за последнее время мы видели переводы XRP с платформы, переводились XRP с платформы на биржу и наоборот. Но каких-то супер-сверхъестественных переводов не было замечено. Да, и опять-таки переводились XRP как из холодных кошельков на бирже, так и наоборот. Если мы говорим про то, что сейчас состоится в атмосфере криптовалютного рынка, то сейчас участники рынка к криптовалютам относятся нейтрально, то есть нет никакой эйфории, нет страха, потому как рынок криптовалют немного восстановился, а сам биткоин пощупал почти 57 тысяч долларов. Поэтому здесь мы видим восстановление по альткоинам. Тот же Ethereum как индикатор показывает опережение, показывает то, что альткоины еще потенциально могут расти, и Ethereum подобрался к отметке 2800 долларов. Абсолютно исторический максимум произошел практически вот недавно. Поэтому такие вот дела. Касаемо Grayscale, она особо ничего не покупает. За последние сутки было куплено XLM, Stellar и Litecoin. Больше Grayscale ничего не покупала. У вас был Криптовт, всем ночи с МК и до встречи. Надежный проект, которым реально можно зарабатывать каждый день хорошие деньги, это Grayscale.com. Я иду поставить видео на паузу и прямо сейчас ознакомиться с этим суперпроектом.